В этом году Амурская область покажет свои возможности в экспортной отрасли. Со слов организаторов, первый этаж павильона познакомит посетителей с газохимическим кластером в Свободненском районе. Можно будет проследить путь сырья от Чагаянского месторождения по селе Сибири к Амурскому ГПЗ. На первом этаже будет установлен большой экран, который расскажет о достижениях, о ключевых проектах. Мы действуем в логике национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года, которая будет принята на форуме. И, соответственно, покажем результаты за последние пять лет в области инвестиций и экономики, что сделано, и предел на будущее, то есть некий сформируемый образ будущего региона. На втором этаже будет транслироваться презентация о трансграничной агломерации Благовещенск-Хэхэ при помощи сенсорной панели. На третьем разместится зона переговоров и стол для подписания соглашений, а также выставка с лучшими фотографиями промышленных строек области. Павильон Амурской области представляет собой конструкцию из трех контейнеров, собранных в таком своеобразном шахматном порядке. Мы принципиально придерживаемся именно этой концепции, тем самым показывая возможность экспортного потенциала нашего региона. То есть контейнеры – это символ экспорта наших возможностей приграничного сотрудничества. Заявки от предпринимателей на участие в ЭФ-2019 принимаются до 11 июля. Уже подано 9. Однако организаторы сообщают, что количество ограничено, площадь экспортного павильона всего 20 метров. Презентовать свою продукцию на экспорт смогут не более 10 производителей. Напомним, в прошлом году на форуме Амурская экспозиция была посвящена истории становления и развития сотрудничества между Россией и Китаем. Павильон посетили почти 70 тысяч человек. Среди них Владимир Путин. Вероника Федореева, Амурское областное телевидение.